Я уже не человек. Я уже джжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж в прошлый раз мы остановились на том что я показал вам лестера с магами воды и закончил видео из-за чего многие из вас записали меня в касту конченых опущенцев и это было справедливо но это не беда сегодня я вам чётенько покажу что да как на территории этой пустыни под палящим аналом и носа который мстит ассасинам за то что они поклоняются беляру лор мира проработан и они не грустят ибо от этой изматывающей жары они спасаются шейкером с прохладительной имбой энерджи имба энерджи мало того что дает тебе мощный прилив так еще и неплохо так освежает в эти солнечные осенние дни космодесантники пьют сей дивный напиток дабы оставаться в тонусе и с приподнятым настроением очищать вселенную от фури вот имперская гвардия употребляет обычные баночные аналоги и поэтому комиссару их не жалко а еще имбо энерджи пьют галлы которых снабжает мудрый панасомикс панабимикс пано андруид плюс ты можешь юзать промокодочи которые дают скидку 10 процентов и действует специально для моих зрителей и бесплатная доставка при заказе от 1000 рублей имбо энерджи переходи по ссылке в описании под роликом следующий нужный нам артефакт находится прямо вот здесь в этом храме в который мы не попадем просто так потому что конченый усатый буханки там не рады маг воды сутурас по кличке вредный негодяй грит нам что мы не пройдем в храм пока не получим ключи надеюсь что они пережили последние тысячелетия без повреждений так что надо бегать вокруг этого строения убивать всю хадость виде пожилой нежити и искать пять ключей один из которых находится у этого черного мага второй у торча я не торч сколько можно остальные три ну как я уже и сказал и с помощью непобедимого лестера я нахожу все ключи открываю храм забираю оттуда банный халат а до носа и все наконец-то давай выбираться отсюда вот те ужасы о которых я вам говорил круто я вам интригу устроила и это и это все ты ты над нами издеваешься за этот дурацкий вопрос тебя следовал бы высечь нет я потратил на это около пяти часов потому что монстров много они мощные еще плюс мумии а я как был говной так ей остался поэтому с моей точки зрения это было эпично но на словах это конечно санина да мы идем с этой шмоткой к сатурасу и тот говорит что мы молодца у тебя снова получилось не так ли и теперь можем валить на все четыре стороны вот такие насыщенные тут квесты не мешай я пытаюсь думать но несмотря на все это есть одна интересная деталь поясняющая нам что исходя из всего случившегося все наше приключение с первой годики было не просто 40 хотя сначала я не хотел верить но сейчас это становится очевидным ты тот кто примет решение к сипоши сам по себе челик непростой и его появление в долине рудников не было случайным да мы могли делать выбор между лагерями между паладинами и наемниками но все это меркнет по сравнению с выбором который дан нам здесь именно наш выбор будет влиять на судьбу этого мира из обычного чухана с киркой в руках мы стали важным челиком который выберет между белиаром и иносом об этом сардас тоже говорил однако не все так просто и банально и как вы помните ксардас говорил нам что из третий путь альтернативный и по мнению колдуна писька гриза единственно правильный ксардас упомянул о третьем варианте правда ну вообще-то многое говорит о том что сардас был честен с другой стороны он никогда не раскрывает своих карт я не могу вам рассказать больше так как сам еще ничего не знаю но само существование таких высоких потери в игре делают эту кривую поделку немецких разработчиков как минимум очень даже философской на уровне игры про бомжа голову дающую деньги и топ вайфу виде секс робота я думаю ты должен принять свое решение делает то во что веришь и пусть твое решение ни от кого не зависит и теперь нам осталось найти еще два артефакта дабы продвинуться по сюжету один находится в дар мари а другой в следующем храме рядом с прекрасным городом моросол и честно это будет тот еще геморрой начнем с того что в этом городе правит ники гонсалес который мало того что питут жадный так еще и требует всякие подарки прежде чем нас пустят к нему каждый знает что гонсалес принимает только тех кто производит на него впечатление и делает ему подарки понимаю но еще надо получить авторитет потому что вы сами знаете главную гениальную механику игры а что может гонсалесу особенно понравится ну что может нравиться светскому человеку я тебе покушать принес плюс там все-таки надо получить артефакт который находится в храме рядом и мы также туда не попадем пока не найдем все-все ключи которые заныканы в сраках у здешних жителей что извини интересно но в остальном тут все такие же толстые торговцы чеквесты мы и будем выполнять поработай на меня некоторое время и я сделаю тебя кукол допустим торговец хамидыч просит нас купить у торговца или и артефакт и отнести его шмаровозу мурату который чилит рядом с оазисом правда когда мы спрашиваем где находится этот самый оазис хамид понимает что мы дебил недалеко от этих стен западные части города о сын топографического кретинизма так ясно и у этого мурата мы вымениваем амулет на бабу я преподнесу ему в подарок прелестную ясмин и даже не на час а навсегда надеюсь что скоро я буду принадлежать тому кто захочет любоваться не только моими танцами вау боюсь я представить чем у них трейдеры в стиме промышляют купил шляпу на хэвика отдал за это сына сексуальное рабство еще тут есть арена престижная на которой мы стандартных ноунеймов и внезапно нашу старого знакомого ангара которого вы уже не помнить нам остается только надеяться что для юбериона еще не все потеряно юберион мертв наш духовный наставник покинул нас я рад хотя бы тому что мы ушли с этого проклятого хориниса он может быть нашим напарником и мы в будущем обязательно этим воспользуемся ну а теперь давайте поговорим заключить для храма уж думаю пора бы один из ключей нам поможет получить один хитрый челик который говорит мол идем я тебе покажу где ключ спрятан я иду с ними тот бац твист я тебя ограблю и получи твой ключ и секунд фу файтинг ада-да-да-да-да-да-да-да-да мы убиваем его и забираем ключ спасибо лошек-дошек второй ключ мы получаем от торговца ильи который дает нам его почти что просто так не просто так правда замену мы должны будем взять для него убер древнюю вазу из храма времен ленина и ультибы а если вазу мы не принесем то он обидится на нас и удалит из френдлиста в кашечке если ты не принесешь вазу охотник за головами принесет мне твой будет грустно третий ключ находится у беглого раба который для одного из торговцев ты дал артефакты 40 их раскопок но с тех пор как юсуф упасался дела совсем не к черту мы находим этого раба и чужеземец нет ли у тебя воды спасибо тебе как это приятно забираем ключ ключ от храма еще у тебя дай мне его ну ладно я только надеюсь что ты сохранишь мне жизнь имеет смысл кстати этот торгаш просит нас наладить поставки артефактов путем диалога с каким-то жирафуфелом вываливай которому я дал жбан чисто ради типичного такого иудейского рофла четвертый ключ находится у самого гонсалеса который даст нам его за 10к монеток исходя из нынешнего положения вещей я уступил бы его тебе за 10 тысяч золотых это почти что подарок ну так как ну ничего рожа обнаглевшая в последнем видео я убью абсолютно всех жителей всех трех материков кроме торговцев которым продам все украденное с трупов а потом и их убью пятый ключ находится у главы раскопа который просит нас принести ему все четыре ключа а когда мы их приносим он рофлет над нами угрожает и я нашел все ключи давай сюда и побыстрее минуточку а что я с этого буду иметь не нужно выполнить мой заказ а ты был всего лишь полезным инструментом и теперь когда ключи здесь ты мне больше не нужен понимаю в таком случае я тебя вообще ничего не дам отдавай ключи иначе я отрублю твою голову грязный далеко далеко ускакала чуть там больная лошадь так легко так легко что не украдешь у меня мою славу щенок не догонишь не поймаешь не вернешь вместе с ангаром вычищаю всю гробницу и забираю оттуда корону адана за которую я так же не могу юзать как халат потому что мы слишком тупые это немного не честно по отношению к тем кто идет по пути воина какой-то прям классовый расизм от немцев и нельзя так в принципе варанте все дела сделаны как бы да остался и штар столицы и штар но туда я не могу попасть так как у меня недостаточно репутации среди ассасинов а получить ее могу лишь выполнив ласт квест от гонсалеса по убийству магов воды выполнять я этот квест конечно же не буду по этическим соображением потому что мы в конце концов с этими ребятами яркиндар вместе прошли а такое не за какие деньги не купить так что зубин если я не найду другой способ заработать репутацию то я приду и залезу тебе пальчиком банал по самое колено теперь самый тайм валить мертану обратно ведь там еще осталось что поделать боже как я скучал по этим лесам деревьям я реально скучал я даже на ностальгии сходил в кабдун убил там одного из повстанцев и таким макаром выполнил еще один квест сколько недель ничего не происходило а тут пришел ты и решил проблему хорошая работа меня даже направили получить награду от нашего старого знакомого торговца правда его щедрость не изменилась от слова совсем я должен получить вознаграждение ты уничтожил подпольных засранцев в городе это хорошо возьми ты это заслужил вау так много прям как монетизация с ютуба еще тут неподалеку можно найти старика джека мой мальчик на пути к большим приключениям который просит нас убить для него разбойников больше тебя никто не побеспокоит я знал что ты мне поможешь мой мальчик в награду я отобрал у него все деньги а конечно зачем старому моряку столько золота и обнес его хату прям как жизненные отношения между внуком и дедом ладно это конечно все хи-хи и ха-ха но пора бы нам двигать фаринг откуда мы сможем двинуть сторону нордмара и где кстати сидит самый главный орк в этих землях чтобы добиться пропуск верхнюю часть замка надо было ублажить троих орков которые здесь заправляют одному надо принести кучу волчьих шкур другому просто помочь по-братски решить множество локальных траблов а другой орк просто сраный алкоголик и просит ему принести винтажного царского пухличка который своим вкусом орошает рот раздобудь выпивку мора и я буду тебя уважать вот тебе твой подымок может ты меня удивляешь неплохо такой псинь как будто ты мед мед у тебя во рту знаете как что такое мед но и это не все также тут очень много квестов мелких челиков допустим один из охотников говорит что тут ошивается ассасин который хочет подмазать орков особым гостинцем который он походу украл из нардмара и это не очень айс поэтому он просит нас украсть его назад подкарауль его дай по морде пару раз или обвору его этот камешек нам кстати потом понадобится поэтому оставляем его себе ну и вроде все ты силен и оказал нам оркам честь ты не повстанет можешь войти в крепость нас спускают внутрь где происходит реальный уроч рейв вот это я понимаю отдыхать я тоже могу попринимать участие в этом тем более я и сам немного барабанщик в душе правда главнокомандующему нас также не пустят потому что репутация у самих орков у нас низкая ты не друг орков я не доверяю тебе господи да вы рофлите надо мной походу мне реально надо будет поубивать всех постанцев но я пока что не делаю это так как мне еще и венгард королю чапть но это потом это потом я конечно попробовал с постанцами почилить но они все унылые и вообще внимание не достойный прям тьфу ты здесь предводитель мы не выдаем личность нашего предводителя каждому встречному мой друг если орки узнают кого нужно убить чтобы уничтожить намору он будет мертв понимаю зато отсюда я могу двинуть нордмарк где ну ну то что там это уже совсем совсем потом но кое-что не потом тут мы встречаем одного пукича рассказывающего нам что один от сосен украл их важный камень духов алстяк в одежде он с юга там пустыни не ледяные а песчаные отбираю камень и вместе с этим челиком возвращаю его в гробницу некого воина которым я убил множество людей из кальция убил этого самого ожившего воина и получил шлем вот что примерно нас ожидает следующем ролике товарищи кстати я тут наконец-то решил получить артефакт за 50 кассичей и вместо обычной сделки я решаю провести особый рафлоход мне об этом в комментах написали я плачу ему деньги кто бы мог подумать давай золото быстро сюда пока его у тебя кто-нибудь не отобрал получая артефакт и втихалину байчу его на себя чтобы избить и собрать свои а а где а где в общем я слегка психанул и убил всех орков в этой крепости так что вот да но это не беда ведь настоящая беда то что ролик кончается и то что по моим грустным прогнозам следующий ролик по готике 3 будет последним и не потому что мне лень делать ролики или я устал а потому что конец сюжета близок луля и если вы вдруг жаловались что я в готике тут-ту походил и выполнял всякие сайт квесты в городах вместо мейн квестов то вынужден вас огорчить что это по сути и были главные квесты игры а в остальном большое спасибо вам что смотрите ставите лайкусики намеренно деградируете и сидите вместе со мной в нашем паблике с моими деграднувшими мемасиками и сидите на моих стримах на которых я в последнее время только и делаю что смотрю ролики итальяна до скорых встреч мои дорогие ламповые товарищи я вас искренне